Джаз молдавской глубинки звучит романтично и мелодично благодаря фолк-бенду ArtSoyuz. Жители Дроки однажды объединились для того, чтобы сделать свой городок музыкальным местом. Мы начнем с музыки. Мы играем просто музыку. Я не привержен из какого-то определенного стиля и не всегда это понимал. Музыка, если она хорошая, то мы играем и джаз, и народную музыку играем, и рок играем. Все, что нам нравится. Одним из главных мотивов создания бенда послужило катастрофическое отсутствие живой музыки. Так что коллектив стал своеобразным творческим протестом против бездушных реалий. Когда я приехал сюда, значит, я уехал из страны где-то в 90-е годы. И приехал я был в ужасе от того, что нет музыкантов. Нет музыкантов каких? Я имею в виду барабанщиков, гитаристов, оркестровых музыкантов. Все уничтожило эта флешка. Вот это вот. Это я категорический противник. Я до сих пор не помню, когда я приехал и видел по телевизору выступал Вали Багян. И он с такой же просьбой обращался к музыканту. Ребята, прекращайте. Это неправильно. Это никакие ворота не лезет. У нас из всех достоинств интернета выбрали только это. Халяву. На халяву играть. Музыка один душ. Каждый поет души, но не каждый хочет за это деньги. Правильно? Заниматься, я думаю, что это от лени. Заниматься никто не хочет. Это работа. Сыграть коллектив, подняться самому по уровню. Это достаточно тяжело. А у нас ребята, слава богу, собрались. Все, которые любят трудиться, умеют играть. Что-то из этого получается. Коллектив существует более пяти лет. И несмотря на трудности, музыканты продолжают заниматься любимым делом. Группа наша вообще, с начала ее, Колчака в ком году разбили. Примерно в те годы мы и собрались. Мы играем с гитаристом, с Володей, мы с 70-х годов вместе, со школы. Прошли ресторан и все. И вот здесь, в этом доме культуры, мы работали очень долго. Потом разное в жизни было помоталось. Когда вернулся, Вова работал в Москве. Вова работал на площадках и с Долиной, и с серьезными музыкантами. Первая наша рептиция была по скайпу. Я говорю, Вова, невозможно, хочется поиграть уже, годы бегут. Давай. Приехал, ничего, собирается. Сэр, собирайся. Послали машину, приехал Вова. И вот начали мы собирать ребят. Ну, было несколько изменений в составах по разным причинам. Мы самые старшие с Володей. Я вообще самый старший по возрасту. И, конечно, молодая кровь – это молодая кровь. И вот ребята, инструменталисты и солисты у нас, конечно, очень сильные. Я имею в виду вообще в Молдавии у нас в частности. То есть сольный музыкант, что скрипачи, саксофонисты, трубачи – очень много. Нет аккомпаниаторов. Вот некому играть на барабанах, на гитарах. Вот то, что в бенде востребовано. Очень мало я вижу таких людей, которые могут это делать. Труд, он порой незаметен, потому что ты где-то там во втором ряду, но без тебя никак. Это очень важная часть работы. Нашу съемочную группу подкупила душевность коллектива и молдавская гостеприимность. В их уютной студии, где бэнд уже давно репетирует свои выступления, также чувствуется эта любовь музыкантов к родному краю. Ой, ну мы дракиевчане, мы патриоты, очень суровый патриот. На самом деле могли остаться где хочешь, но вот драки… На самом деле, а драки-то надо отдельный сюжет снимать. Это очень крутой город, поверьте мне, очень крутой город. С очень интересными людьми, с очень продвинутыми людьми, с очень предприимчивыми и очень оптимистичными. Город спасает чувство юмора и то, что люди надеются сами на себя. Я вам скажу так, вот насчет молодой крови. У нас руководство района, 26 лет, 27 лет руководитель района, боюсь ошибиться, дом Ивана, предприимарь, чуть старше, примарится у нас девушка, женщина вернее. Вот, и, конечно, новое видение, ситуация одно другое, все это по-новому видят они, у нас нет ретроглядов, все нормально, нормально все. Не буду говорить ничего плохого в своем городе, потому что классно. КОНЕЦ